Глушковский район, село Алексеевка. До границы с Украиной рукой подать. С начала проведения специальной военной операции обстановка здесь заметно изменилась. Алексеевка уже несколько раз подвергалась обстрелам со стороны Украины. Вот последствия одного из них. Один из снарядов разорвался рядом с домом семьи Винокуровых. Осколки повредили сарай, автомобиль, окна и стены дома. Лариса Винокурова в момент обстрела находилась дома. Даже после пережитого уезжать из родной Алексеевки женщина не собирается. Глава региона Роман Стравойт пообещал, что все поврежденные дома восстановят. Здесь ремонт почти завершили. Я благодарна всем. И областным властям, и нашим, и местным, и всем людям, и жителям. Я за трое суток уже, не знаю, столько звонков, столько заботы. Недалеко от Алексеевки расположен поселок Теткино. Он тоже пережил атаку ВСУ. Территория бывшего детского сада усеяна разбитыми стеклами. Стены посечены, окна разбиты. Жители поселка уверены, что обстрелы велись целенаправленно. Люди уже приспособились к таким переменам. Они полны мужества. Никакой паники здесь нет. Жизнь идет своим чередом. Сначала страшно, конечно, было. Сейчас уже мы привыкаем к такой жизни. Стараемся поддержать друг друга. Стараемся помочь ребятам. Мы поддерживаем эту операцию, конечно. По-другому быть не может. Потому что первые взрывы мы услышали все-таки здесь и со стороны Украины. Обстрел начался ведь оттуда, не от нас. А это территория сахарного завода. Его бомбили несколько раз. Повсюду разбросаны фрагменты снарядов. Практически все окна выбиты. В стенах и крышах зияют огромные дыры. Соседнему спиртзаводу тоже досталось. Обстрел 19 мая привел к гибели водителя большегруза. Здесь до сих пор стоит запах гари. В 6.30 начался обстрел поселка Теткино, который продолжался 45 минут. Первые 20 минут был обстрел, 5 минут было затишье. Вторые 20 минут продолжился. Общая продолжительность была в районе 45 минут. Один из снарядов угодил прямо в дом Виктора Голубчикова между первым и вторым этажом. Взрывом разворотило стену. Сейчас на местах повреждений идут восстановительные работы. А это уже ставшая знаменитой улица Пограничная. Удивительное место. Если здесь мы находимся на территории России, то там за забором уже Украина. За оградой из колючей проволоки живет Галина Гудилина. Граница проходит прямо через ее дом. Кухня находится на Украине, спальня в России. Бодрость духа пожилая женщина не теряет. Как настроение? Украинских пожарничков нет. Одно из красивейших мест региона – Горнальский монастырь в Суджанском районе. Отсюда видна территория Украины. Жизнь здесь течет плавно и размеренно. Тишину изредка нарушает колокольный звон. Молимся за мир. Хотим, конечно, чтобы скорее все завершилось и установился мир. Молимся за тех, которые сейчас в Украине воюют, сражаются. Молимся, чтобы Господь послал здравия и благополучия. В соседнем Кореневском районе тоже спокойно. Люди не спеша прогуливаются. Идут сезонные работы. Засевают поля, делают дороги и бурят скважины. В то же время поддерживаем соседние районы, если этого требует обстановка. Пока на территории нашего района был всего один небольшой инцидент на пункте пропуска, больше у нас все тихо, спокойно. И то он был совсем незначительный. Покой жителей приграничных районов охраняют вот эти вежливые люди с автоматами. Они всегда на чеку. Собраны и спокойны. Обещают, что наших людей в обиду не дадут. Станислав Костиков, Геннадий Воробьев. События дня.